запись пошла всем привет кто подключается в нашем колхозе на зуме все те кто смотрит этот урок на хаббат датру на фейсбуке вам тоже категорический привет если вы в абсолютном шоке не понимаете куда вы попали то вы попали на еженедельную лекцию по недельной главе который проходит в нашей общине по четвергам ну и одновременно вещается на хаббат датру что мы будем сегодня учить сам запутался и как всегда когда готовился к этому уроку собирался говорить только об одном а пришлось говорить еще и о втором а третьем и четвертом но сегодня у нас не как на прошлой неделе почти 40 цитат чуть чуть меньше не намного но меньше но надеюсь вам будет интересно итак наш сегодняшний урок называется врачи и змей я думаю что все достаточно очевидно о чем мы будем говорить потому что наша недельной главе сказывается странная очень короткая но странная история про змей которые атаковали еврейский народ откуда они там взялись непонятно потому что до этого момента уходили по пустыне и все себе в порядке до потом с этим медным или бронзовым змеем тоже снимаем короче будем с этим всем разбираться но как обычно не будем гадал голословными а сразу перейдем к тексту и я поставлю на шерл скрин для того чтобы обидно и на фейсбуке и на зуме всем будет прекрасно видно текст которым будем сегодня изучать если у вас возникают вопросы по ходу лекции вы со мной чем-то не согласны хотите дополнитель вообще считаете что я что-то не то говорю и не на ту тему пожалуйста оставляйте свои комментарии в чате те кто уже к нам присоединились на зуме если вы смотрите это занятие на хаббат датру то оставляйте свои комментарии к этому видео я с удовольствием отвечу на ваши вопросы а также если вы с чем-то не согласны и вы считаете что я просто несу какую-то пургу я с удовольствием послушаю вашу пургу и также попытаюсь как-то ответить на то что вы считаете что говорю неправильно давайте перейдем к тексту и так история со змеями евреи дошли до определенного места в пустыне их до какого места мы тоже сильно конечно коснемся и тут их атакуют атакуют змей естественно евреи евреи жалуются муше муше делает очень странную вещь которая ну я думаю что вы те кто знакомы с этой истории согласитесь что эта вещь очень странная и ладно еще муше но сам всевышний ему об этом говорит он делает змея которая ставит палку наверху на скале и все кого укусит змея смотрели в глаза да глаза смотрели этому заменному или бронзовому змея по разным переводом по разному и и и и сразу вылечить теперь конечно здесь очень много параллели во первых почему змеи излечивают змеи все знают что если тебя укусила змея то обязательно нужно принести врачу эту змею чтобы он знал какой там яд из этого делаться противоядие и так далее но давайте все таки посмотрим как работал как работала медицинская страховка в во времена нашего выхода из эгипта и так прочтем и переведем отрывок из нашей головы напоминаю что мы на этой неделе в диаспоре читаем сразу две главы хукат и балак и если не ошибаюсь в самом догоняем жильцов земли израиля потому что у них шаббот был один день и соответственно шаббат после шаббота не уже читали недельную главу когда мы с вами все еще праздновать шаббот но на этой неделе читаем две главы я честно говоря специально не хотят говорить о главе балак ну ладно там очень увлекательный сюжет конечно же но это когда есть очень увлекательный сюжет постоянно обсуждается у меня есть какое-то внутреннее чувство попсы в торе поэтому решил взять предыдущую главу главу хукат который конечно начинается с закона о грустной красной корове но вот выбрал именно этот момент сегодня поговорить и мне кажется что он очень актуален особенно актуально в том положении в том состоянии в тот период нашей истории не побоюсь этого сказать как и в целом но и нашей жизни которую мы переживаем итак давайте обратимся к тексту напоминаю что все что мы сегодня очень будет основаться на первоисточниках и кто слушает на зуме как кто-то и те кто слушает на или смотрит на youtube на фейсбуке вы можете следить за текстом который мы будем изучать так отрывок из нашей главы первый параграф уже в этом предложении есть небольшая сложность ну давайте его переведем тут все четко ясно переводится у вас есть перевод на английский и послал всевышний народ змей и гадюк я переведу так гадюк хотя и то и то были змеи обратите внимание на английском просто оба термина переводится как веном и снэйк ядовитые змеи но мы коснемся этого момента хочу сразу просто сказать что я копался немножко первоисточниках и один из современных комментаторов говорит о том что разница между нахашим и саратым что нахашим это обычные вот змеи там как пустыни поверьте мне там тоже был в этой пустыне по которой ходили наши евреи там очень много очень много ядовитых змей такие змей как цепа там водится очень неприятная змея очень очень ядовитая а серафим это такие змей которые тоже известны уже зоологии которые не просто жалят и кусают а которые выплевывают свой свой яд я уже где-то камбоджа не будет или еще что-то или в австралии я уже точно не помню который который выплевывает свой яд и он очень токсичен и можно вообще вообще ослепнуть так вот нахашим и сарафим это два разных видов змей и они покусали народ и умерло много людей из народа теперь можно задам вам логичный вопрос который уже сразу немножко нас направит в сторону в сторону ответа на будущее поставленные вопросы это что здесь такого особенного поверьте мне пустыне если кто-то был особенно в синайской пустыне или в негеве там змей пруд пруди особенно очень опасно говорю это по личному опыту ночью ночевать на спать даже в спальном мешке или в палатке на открытом пространстве на земле а потому что ночью змеи выползают на камни сверху так они обычно под камнями сидят а ночью не выползает пустыне на камни потому что ночью пустыне достаточно холодно действительно холодно смотря что то что днем очень жалко но камни они аккумулируют тепло в течение дня и ночью камни они остаются теплым так вот эти змеи и скорпионы тоже они повылазили повылазивают повылезают из своих нор под камней и так далее ночью и все и пустыне их полно что здесь такого пошла послал всевышний и тут вы сразу должны обратить внимание то чему перевод не уделяет внимание если вы посмотрите на первое предложение об этом в этом параграфе бои шалах да не на иврите нужно сказать если всевышний послал и шалах ашем это другой те кто изучает грамматику иврита во главе с нашей замечательной рэбетса нужно сказать бои шлах ашем всевышний послал но здесь говорится в пассивном и падеже а в пассивном форме глагола это разные формы понятия как пиньянин строение глаголов их много на иврите это самая сложная часть ивритского в ритмской грамматики это конечно не падежи на русском но тоже не так просто здесь сказано бои шалах и послался да то есть они как бы сами поставить что говорится на мой взгляд подчеркивается здесь что то что змеи напали на еврейский народ который был в пустыне это не с бухты барахна напали они сами напали это естественная вещь в пустыне много змей но продолжим дальше по тексту боевого хам иль мушевые махатану кидзибарну башем в бахвить и пришел народ уже народ понял кому нужно обращаться когда у тебя проблемы пришли они к муше и сказали согрешили мы плохо говорили об свыше и о тебе и помолись пожалуйста за нас богу и чтобы он убрал от нас этих змей и молился мой народ муше за народ сразу конечно здесь возникает вопрос если змеи в пустыне это естественная вещь а почему их не было до сих пор б почему вдруг если это естественная вещь нужно молиться чтобы теперь не было куда они все денутся куда куда они все деньги денутся в пустыне и подчеркивается здесь евреи уже говорят что мы говорили плохо не только всевышным как с разведчиками золотым тельцом там придавали вы так далее роптали на всевышным как мы начинаем читать посередине посередине главы баалутха начинаются постоянные жалобы еврейского народа на на всевышнего здесь говорится что и плохо говорили о всевышнем и плохо говорили о муше продолжим дальше по тексту восьмое предложение в первом отрывке вае марашем аль-муше асселых ассара всевышний говорит не проблем заберу змей что нужно точнее нет он не говорит что я заберу змей обратите внимание змей он совершенно не забирает потому что мы только что объяснили что змеи это естественный жильцы пустыни поэтому что говорит всевышний сделай себе вот этого ядовитого змея именно это вид его змея кобру какую-то я не знаю точно какой-то вид змеи змеи в данном случае сараф предполагать что нахаж это цепа а сараф это кобра потому что он кобра вот так плюется своим ядом если не ошибаюсь да и посади его на возвышенности да некоторые переводят нас переводе на английском говорится на нас это просто лить насот как бы становится выше на нас это не чудо а имеется ввиду на какой-то посох посади его на посох этого то есть обмотай вокруг посох и каждый кого укусит посмотрит на этого змея и будет жить тот который на посохе сидит девятое предложение баяз муша нахаж не хочет поясмену мэу аль анес бая им на шах анахаж и и шар и вебит и лана хашу не хочет вахай и сделал муша этого змея из меди и посадил его на этот посох который поставил на возвышенность и кобла очень-очень странная история почему это странность давайте начинать очень много вопросов вопрос во первых давайте скажем по поводу самого змея что почему змей если вы всевышний хочет показать что вот всевышний избавит еврейский народ мы знаем что всевышний очень любит шоу и какие-то показательные выступления там стукнуть по скале поговорить со скалой гром и молния на горе сена и он любит очень эти всякие спецэффекты почему змей если вся идея в том что всевышний хотел показать что вот он спасает еврейский народ скажи поставь там я не знаю сепар тору поставь ковчег завета чтобы на него смотрели логично предположить что если идея в том чтобы поверили во всевышнего и видели что от всевышнего пришло это избавление то были гораздо более очевидные атрибуты которые нужно было туда поставить а змей так вообще непонятно ведь мы все прекрасно помним про змея да где у нас змей появляется в торе тот же накаж можете сказать это другой а это вообще не цепа а тот змей был наверно куда вам я я предполагаю я ничего но на хашу на в африке на хаш здесь упоминается на хаш там упоминается на хаш на каждом случае и на иврите это змеи поэтому посмотрите второй отрывок боем и ашем и луким и лена хаш искал всевышний змея мы говорим на самом начале творения сотворение сотворение мира после греха древа познания сказал всевышний бог змею киаси тазот ты это ты во всем виноват ару а там никола бэйма ты будешь проклятых всех животных домашних животных и диких животных будешь на пузе своим ползать пылью будешь питаться всю свою жизнь то есть что такое змеи давайте сами себе на секундочку представим не только с точки зрения тора есть целая фобия людей которые боятся змеи змеи совершенно не ассоциируются у нас с какими-то положительными эмоциями и на самом деле есть много объяснений что змеи действительно там медуза горгона там или что-нибудь такое ассоциируется с негативными вещами со смертью с опасностью с сатаной и так далее вспомните только ари поттера слиттерин там это и и все такое у этого есть много негативных коннотаций все это мировой литературе культуре и фольклоре идет от нашего от нашего змея змея искусителя как его называют христианство но мы с вами много обсуждали эту историю мы знаем где там зарыта или зарыта собака но так или иначе змей там прямо наши комментаторы говорят что это и есть ецарара это и есть сатана это и есть ангел смерти все это в одном лицо это и змеи и что мы видим в нашей истории про проходит там две с половиной тысячи лет и мы видим совершенно обратное отношение к змею да змеи кусается мы делаем и смея ставим его на постамент и он у спасает еврейский народ кроме того самый простой вопрос ну отсюда до идолопоклонства даже не один шаг змей который все все на нас покусали покусали змеи мы посмотрели на змея там повесили красную ниточку поставили себе какую-нибудь иконку не дай бог какого-то правильника у себя дома на нее посмотрели повесили доллар и все у нас хорошо все решено это чисто это отсюда это поклонство но отсюда дело поклонство пол шага а тут мы говорим абсолютно то что не только муж и делает этого змея но и сам всевышний говорит ему говорит ему сделать этого змея и более того этот змеи кто знает что случилось с этим змеем змей который тогда поставили в пустыне вы думаете такую фишку которую на нее посмотришь и сразу вылечусь от змеиного укуса так просто и и там прямо в пустыне оставили да конечно если бы ее там оставили в пустыне уже бы сняли новый фильм про индиана джонс который там ищет этого змея ничего подобного этот змеи был вместе с нами еще много столетий и о нем упоминается позже уже в танахе книги малахим посмотрите третий отрывок ву и сыр это бамот вешибар вешибар это мацивот векарат это ашират векитат нахаш нехошет ашираса мушек и адаямим хаэм хаюб на исраил ни катрин ло векра ло нехуштан кто этот он он это царь хиския у которого мы сегодня с вами которому мы сегодня еще с вами вернемся он был праведным царем тогда когда был царь и как его звали шелопом он сажал бы в в израиле мы помним что же к этому моменту после смерти царя соломона уже разделилась царство на северное и южное царство царь хиския у был царем юдейской юдею южного царства и он был очень праведным царем и одну из вещей которые он сделал одни из вещей которые он сделал мы к нему сегодня чем будем возвращаться он в обратно вернулся и всю иудею к служению всевышнему там храм и так далее и он уничтожил все все жертвенники не дал поклонческого предношения при подноши при подноши подношения уничтожил всех идолов у сорвал вырубил все дерево ашера кто-то после помнишь что такое дерево ашера дерево ашера это очень интересная тема когда-то если кто-то может помнить у меня было короткое видео на недельную главу по этому поводу это запреты сторы ставить деревья ашера в месте богослужения есть очень разное объяснение по этому поводу ашера сравнивается с иштар тоже там некоторых комментариях комментариях но любая комментируя рамбома дает очень интересное объяснение что такое ашера ашера да есть объяснение что это изображение какой-то хананейской богини богини плодородия которая была в виде дерева и это дерево само по себе ему поклонялись ханане она была очень красивая и евреи ставили эти деревья даже в храме просто для украшения и рэбе предупреждают что иудаизм не обязательно должен быть красивой тогда когда это некрасиво непопулярно и не модно это все равно остается иудаизм и поэтому ашера нельзя было ставить храме так вот но эта тема для совершенно другого разговора я записал то видео потому что это очень интересная тема для лекций но ашера говорится в книге твари может мы потом об этом поговорим о деревьях ашера но также что еще сделал царь хискияу выкитат нахашный кошек и перетер он разрубил на кусочки разрушил на кусочки этого медного медного змея ашераса муше киаде амима им который сделал муше еще в пустыне вот того нашего змея из нашей недельной главы потому что по сегодняшний день с момента того как был этот змей сделан в пустыне евреи ему поклонялись ему паска воскуряли этому змею благовоние да а он и назвал его нехуштан издобавил что на букву нун в это слово нехошет или нахашет на коренные слова его разрушил говорит раша почему он его назвал нехуштан посмотрите четвертый отрывок воикрало нехуштан лошон бизайон киломар мат сорок везе эйно или нахаш нехошет он его пренебрежительно назвал змеячок да какой-то там ну вообще никто и ничто какой в нем смысл это просто медная фигура да то что мы видим столетие после того как был сделан этот змей в пустыне для того чтобы спасать еврейский народ от укусов змей проходит столетие пока евреи от него избавляется должен был прийти правильный царь кискиал чтобы перетереть этот змей порошок а до этого что вы думаете таки да этот змей был реликвией а что в чем проблема с реликвией реликвией это вещи которые мы очень часто начинаем им поклоняться и очевидно что этот змей таки да стал источником идолопоклонства не источником а символом идолопоклонства для евреев потому что приходили все заболевшие за него посмотреть для того чтобы вылечиться так и тогда мы должны просто усилить этот вопрос вопрос о том вопрос о том что за странный странное поведение всевышнего зачем всевышний дает такое странное заповедь муше сделать змею он что не понимает что это плохо закончится и это плохо заканчивается муше с удовольствием делает этого змея и почему когда оттуда евреи уже двинули землю израиля почему сам муше его не уничтожает то ведь это очевидно то есть не нужно быть большим комментатором торы понять что вот такое поведение такая заповедь она чревата она чревата тем что это придет кидалопоклонство и что вы думаете она так и пришла привела кидалопоклонство что должен прийти царь кискияу чтобы уничтожить это змея и он подчеркивает что люди приносили ему благовония поклонялись ему действительно как действительно как идолу да и это объясняет хумата нах я знаю да новый комментарий который начал учить я его приводила на прошлом уроке это комментариях хида рава зулай величайшего сифарского раввина этого комментарий на тонах так называется хумата нах посмотрите 5 отрывок вы бы агадат бирберешит перак юда ли бы рассказывать на книгу про решить про идеалит алик я думал что-то он имел ввиду медрошраба но я не нашел принтер шраба амру дамизман муше рабейну со времен муше рабейну лава шалом благославянной памяти от хискияу до времен царя хискияу благославянной памяти коль миши нишу а я и мистакель бенахаш не хочет выгу митропе манихин в манихин акадошу и здесь хита он уже подчеркивает ту проблему которая была это то что со времен муше рабейну как только сделали этого змея этот змей по-видимому находился где-то в центральном месте чуть ли не в русалиме я не знаю находился он храме или нет мне это сложно сказать не нашел в первоисточниках но каждый как он говорит трава зулая что каждый кого укусила змея шел смотрел этому змею в глаза и вылечивались очевидно вылечивались не только от заболевания от болезнь болезненного укуса если доживали до того как дойдут до этого змея посмотрят а вылечивались в принципе и откат уходили от всевышнего да то есть они оставляли всевышнего был змей зачем если есть змей зачем нам нужен бог а представьте себе вот если бы этого змея не уничтожили я я вообще удивляюсь почему это не стало новой темой для всех новых каббалистов мичуринцев которые там очень любят запугивать народ и заниматься кликушеством нужно там красные ниточки защита от этого и вот просто мне пришла гениально не моя идея наверняка уже кто-то это придумал но действительно потрясающая бизнес идея нужно срочно выпускать амулеты с этим змеем медных змеек маленьких делать вешать на цепочке дома вместо подковы под мизузу вместо мизузы в сумочке носить на браслетики одевать детям на коляску гайся я вам говорю пойдет полетит просто мы через год айпио сделаем на волсты если мы запустим эту тему очевидно вот конкретно вы прекрасно знаете чем это закончил теперь мы конечно пару минут к этому перейдем что то почему этот змей зададим вопрос как этот змей непосредственно связан с медициной но именно тот вопрос который задал я от этого задаю не я я стараюсь не заболевать свои собственные вопросы громким голосом а задает величайший мораль из праги в своем комментарии на тору книги гуралье посмотрите шестое отрыво в имке таким образом зачем мне нужен этот змей зачем его посадили на этот шест на этот посох поставили на высоте чтобы для того чтобы смотрели наверх смотрели на небеса как я уже сказал поставьте там ковчег завета скажите смотрите на ковчег завета все хорошо мы только читали предыдущую главу про короха где расцвел посоха арона посоха арон конечно уже не в живых в этот момент и мы к этому конечно вернемся на беспортно все связано но посох никуда не делся поставьте этот посох только что были такие впечатления с посохом аарона пусть и смотрит на посох аарона и тогда может быть символом медицины стал бы не змей как вы прекрасно знаете а стал бы стал бы например где цветущее миндальное дерево подумайте как приятно но как вы прекрасно знаете а то что змей действительно стал символом медицины конечно же большинство вам скажут что это связано с греческой римской мифологии причем там есть полная путаница или это посох хермеса который называется кадесос или это как-то связано с меркурием но там две смеи а на самом деле одна змея то что является символом кстати в израиле именно используются с одной змеей это символом знаком медицинских войск в израильской армии это змей который обливается вокруг посоха который принадлежит другому римскому мифологическому герою асколосу короче комбинация между двумя этими мифологическими героями привело к тому что это стало символом медицины кстати очень интересно именно в америке практически сразу символ кадесоса две змеи на на посохе с крылышками были приняты как символ медицины а в европе как раз был именно посох асколониса который был с одним змеем но так или иначе оно пришло но даже большинство я специально покопался немножко в исследования говорят что впервые скорее всего первое упоминание это идет в торе и предположительно даже при самым по самым не оптимистичным оценкам тора была записана в 14 веке до новой до новой эры соответственно конечно же источник этого символа символа медицины змей на посохе это наша с вами медная змеюка которая упоминается нашей главе таким образом это стало символом медицины но опять же непонятно медицина признана для того чтобы помогать людям спасать людей вылечивать вылечивать людей если мы говорим что это змей который увеличил евреев от укусов змей то поэтому мы возвращаемся потому что почему вообще змей который является негативным вы можете сказать яд противоятие это одно и то же но у меня вообще к вам логичный вопрос а зачем вообще нужны врачи кто сказал что нужен врач я бы говорю что это не праздный вопрос некоторые мудрецы например обинатман из бресла и не проводился чтобы никого никто не мог неплохо не подумать о великом еврейском хасидском мудреце говорит что врачам ходить вообще запрещено врачам которые занимаются стандарт конвенциональной медицины он там всякие холистический холистик медицин и так далее но это тема для другого разговора но давайте спросим простую вещь если всевышний тебе послал болезнь то и как всевышний тебя послал болезнь он тебе должен излечить ходи и молись иди молиться всевышнего по всевышний тебя вылечит мы все прекрасно знаем говорим не шабер и холи просим всевышнего и тогда получается если мы просим всевышнего об оздоровлениях забыл по поводу имен в конца урока сказать то тогда если ты уже помолился всевышнему чтобы тебя или твоих близких вылечили зачем тогда идти к врачу зачем тогда нужна медицина а если ты идешь к медицине к врачу лечиться принимать лекарства делать операции то ты что откажешься от того что всевышний послал тебе это если он послал тебе эту болезнь он тебя пусть и вылечит известная история когда приводится метод что я не приводил ее здесь потому что мы тогда вышли в другую сторону и времени как обычно не хватило но известная история что раби акива и раби шмоль они шли как-то по дороге и до них их догнал там один еврей говорит о том что рабой свои мудрецы как не вылечите меня вы же мудрецы торы на что раби акива говорит идти к доктору он тебя вылечит как как идти к доктору мы же верим бога столько всевышнего скажите мне там что помолиться и так далее чтобы меня меня излечить на что прагматичный раби акива спросил у него следующую вещь ты кушать иногда хочешь ведь всевышний послал тебе этот год зачем же тогда берешь ты идешь магазин готовишь еду и так далее покупаешь продукты на рынке пусть и вышли сам тебе прошли от папе то пропитание то есть конечно же конечно само по себе никто не вылечится еврейский подход но о боже если это еврейский подход почему написано это приводится в нескольких местах талмуде самое раннее упоминание упоминается еще мечники море кедушин и в мишни психи мы к этому всему еще будем возвращаться ноги мульброхоз упоминается один из известнейших высказываний по поводу врачевания кто в нашу над нашу первоисточника посмотрите седьмой отрывок то в шиберофим лакейном лучшие врачи попадают а почему не попадают в чем врач который давайте другой простой вопрос рамбам величайший врач своего поколения не только своего поколения общепризнанный авторитет целой больницы и медицинский центр организации фонды называется его именем так что вы хотите сказать что нас замечательный святой рамбам сейчас находится в аду потому что написано лучший взрачей попадает в ад как можно такое сказать то получается что чем лучше ты врач тем больше ты уходишь от всевышнего что попасть в а можно только уйти от всевышнего к этому вопросу еще сегодня вернемся и поэтому непонятная ситуация почему я хочу если мы уже говорим о медицине медицине в целом змея и наш с вами змей из нашей головы символом который является почему такая странное отношение к врачам по иудаизме что лучше из врачей напрямую напрямую в ад так вот на эти вопросы нам нужно нам сегодня с вами попытаться ответить давайте по этому поводу свет скажем очень тяжелый день и сложно научить такие отвечать такие сложные вопросы без лакаема да я знаю что в эфире на записи но в любом случае лакаем лакаем потому что мы сегодня будем говорить о важных хасидских моментах и о важном хасидском празднике будет именно в этот викинг поэтому без него лакаем без этого праздновать лакаем без лакаема невозможно поэтому лакаем лакаем и начнем отвечать на вопросы и так подведем итог какие у нас вопросы причем здесь змей который превратится выдал поклонства и он таки да превращается почему всевышний выбирает этого этого змея дальше если это была реликвия зачем ее уничтожать и третий вопрос который нужно ответить вообще по поводу медицины какое отношение удаизма к медицине если сам этот змей змей который изначально является самым негативным персонажем во всей всей торе становится символом излечения и мы видим что это излечение через змея приходит еврейскому народу пустыне в нашей главе естественно для того чтобы ответить на все эти вопросы нужно восстановить хронологию событий и давайте посмотрим что у нас происходит начнем чуть чуть раньше тоже в нашей главе со смерти аарона мирям уже мира мирям умирают позвонить малки я должен ответить до малка нет это другое иди я вам прислал у text message запишите пожалуйста еще раз я посередине урока но я специально для вас для вас дам новый айди запишите его пожалуйста 8 4 9 8 4 6 9 6 5 6 2 0 5 3 2 0 5 3 это в четверг все малка я продолжаю урок подключайте соли ради малки нужно было отвлечься потому что все меня простят так вот начинают начнем и объяснение объяснение нашего материала с тем чтобы вернуться обратно на то что произошло как мы докатились до такой жизни что нас покусали змей во первых мы знаем мирям умирать еще в предыдущих главах постепенно поколение исхода уходит вместе с его главами и мы прощаемся с нашим святым но первым священником ару что происходит пришли к месту ора арк восьмой отрывок посмотрите восьмой отрывок боеру коль айда кигава арон боевку то арон что шимьем коль бейт исраил и увидели и увидел еврейский народ что умирает арон и плакина рона 30 дней весь еврейский народ на самом деле можно было об этом поговорить тоже но не один раз его оплакивали каждый раз после почти каждый раз когда евреи доходили до какого-то нового до нового пункта в пустыне они после смерти она останавливались и там оплакивали ару это самый конец последнее предложение двадцатого ферка двадцатого параграфа книги бомид бар следующий пара параграф начинается 21 с первого предложения тут же после смерти ару на что мы видим посмотрите 9 отрывок ваишма окнами мэлых арад и услышал хананеец царь арада и шефа израиль вернулся по той же дороге по которой шли разведчики и болевал с израиля и захватил много пленника очень странный момент надеюсь вы понимаете почему потому что мы дальше постоянно читаем о победоносных походах еврейского народа еврейский народ нигде еще с момента выхода из египта не проигрывал ни одного сражения кроме кроме того как без разрешения пошли за землю израиля после истории с разведчиками даже амалика амалика который начале побеждал побеждал потом мы все равно пока поколотили я думаю что вы понимаете естественно на это реагирует раши что последнее предложение предыдущего параграфа непосредственно связано со первым предложением следующего параграфа ведь что такое у нас арон вспомните что у нас происходит на самом деле сценарий очень повторяется абсолютно та же история как бы не очень качеством сериале когда у нас умирает мирям что у нас происходит так дальше у евреев нету воды ему шара пейну пьет по скале как должен был говорить все помню чем это закончилось как мы знаем почему мы знаем что не было воды потому что мирям в ее заслугу был колодец мирям который как эту историю все знают который ходил за еврейским народом давал нам свежей водички а что у нас был и поэтому воды не стал им уже добыл евреям воду из скалы во второй раз только немножко не получилось так и задумался вышли но это тема для другого разговора а теперь мы видим абсолютно просто абсолютно даже структуру а точно так же там там даже еще сильнее было первое предложение умирает мирям дальше история с водой в том же самом параграфе здесь мы видим предыдущий параграф заканчивается смертью арона тут же на еврейский народ нападают хананейцы и захватывают побеждают еврейский народ и захватывают много пленных естественно понятно что происходит потому что что у нас было в заслугу арона заслугу арона у нас были облака славы и это то что комментирует раши посмотрите раши в девятом отрывке баишма канони что услышал каноней что не услышал евреи идут евреи ходили там уже 40 лет всех слышали все знают что услышал данный момент канонейский царь шама шим это арон услышал что умер арон и исчезли облака славы да абсолютно тот же самый сценарий что с мирям и тогда становится понятно что такое были облака славы облака славы это был такой микроклимат который полностью окружал еврейский народ и разравнивало пространство то мы шли и был защиты одновременно был андроматом таким новеньким вложил в старую одежду новую получили такой лаундри был но еврейский на пол потерял свою защиту тут же к на они нападают на еврейский народ канонейцы западать еврейский народ не готов они вообще привыкли о том что все вышли и все время защищает еврейский он был не готов к тому что у них нападают естественную риск народ терпит поражение и тогда это объясняет уже в нашем параграфе продолжение историю двадцать первом параграфе в нашей главе которого предшествует истории со змеями а я думаю что уже все понимают что происходит там дальше откуда взялись потому что рассказывается что после ораар я надеюсь некоторые которые читают недельный глава следят за путешествием еврейского народа что это все не просто так что это не просто не ходили из одного места в другое по кругу а вообще больше времени провели на самом деле в одном месте просто какие-то переходы но здесь настоящие герои всегда идут вот в обход здесь получается очень странная вещь находятся нигде где канонейский царь на них напал возле арада арад это уже синай это уже юг земли израиля мы обходили если кто-то представится карту израиля по синайской пустыне чтобы прийти с восточной стороны к берегу иордана не знаю почему именно шли таким образом это очень странно но варева это опять же темы для дорогого для другого разговора мы уже практически пришли границы израиля и тут мы читаем сразу после этих военных действий когда у нас забрали кучу пленок посмотрите 10 отрывок четвертый посадку в этом же самом пироге и пошли они от города ар а теперь давайте вспомним что мы знаем где предположительно находится могила арона вообще находится в иордании в городе петра это вообще уже с той стороны с той стороны реки иордан и тут еврейский народ оказывается где ямсук да какой ямсук ямсук это было там где мы выходили из египта пусть то будет красное море или пусть то будет какой-то разрыв мило но так или иначе это черт знает где какой причем здесь ямсук мы уже были на границе земле израиля что происходит когда когда на нас нападают мы начинаем отступать и уходим назад отступаем назад говорится в другом комментарии отошли 7 переездов 7 остановок отошли назад вернулись и практически к исходной точке после перехода через красное море и что говорится они обогнули землю и дом потому что и дом как вы знаете не разрешили пройти через них хотя и дом тоже очень далеко они возвращаются практически к самому египту и как сказано в этих царь на фнетуш амбадер и народ стал укоротилась душа по дороге то есть душа опустилась пятки впали в депрессию почему логично мы идем за боевую завоевывать будущую землю израиля кто там сидит хананец она называется земля хнанская первое столкновение с хана нам еще за пределом земли израиля мы терпим полная фиаско почему потому что были облака арона как облака славы которые были в заслугу арона которые нас защищали теперь их нету вам получили мы возвращаемся обратно но тут есть еще один очень интересный момент посмотрите что евреи говорят пятый отрывок баидабе а пятое предложение десятом отрывке что естественно мы идем жаловаться да то есть если составить расписание такой бортовой журнал путешествия еврейского народа по пустыне то понедельник жаловались вторник жаловались в среду жаловались четверг жаловались и так далее в шаббат не жаловались потому что двойную порцию мана нужно было кушать иман собирать не нужно но все равно находили чего жаловаться и естественно говорится что мы впали в депрессию от длинного пути пушку пошли обратно потерпели поражение отступили но что мы говорим и народ говорил против бога и против маша лама или тунами митраем ламут по метар зачем ты нас поднял земли египетская старая шарманка умереть пустыня а тут конкретно люди умирают на полу нас ведут землю израиля где мы должны ее завоевывать а мы при первом же богином столкновении потерпим поражение и теряем пленных на то есть ты нас привел по умирить пустыне ки-н-н-н-май мы на вшейну кацам и летим околков нету воды нету хлеба нету воды из-за душа наша просто уже не может от этого проклятого проклятого испорченного хлеба на что выезжал евреи жалуются не на длинную дорогу о которой здесь говорить что длинная дорога это просто было причина триггер а жалуются не в первую очередь на что нет воды то есть умерла мирян нет ах ли а хлеб нам надоел потому что это man давайте напомним могу на у евреев рушится пустыне весь их идеальный мир мы идем полном в полном в историческом географическом вакууме пола полном содержание всевышнего пола полом как-то сказать инкубаторе где у нас вода от мирья облака славы от аарона питание man от мужа так и описание димора кедушин что было три человека которые содержали еврейский народ мирям аарон и муж и меня умирает и теперь колодец уже не от мирям а по 6 по скале вообще все нормально так как у людей вышла вода вывлется из колосса не куда колодец тут облаков славе славы не стало нас сразу всех поколотили да еще ман этот нужно кушать не можем и больше кушать этот ман что такое почему это сейчас уже много раз было что желаний жаловались на мат почему именно сейчас опять жалуются на ман более того у нас посмотрите к и махем хлеба нет для ничего нету хлеба есть ман из мана можно сделать глеб это а sancto таблеточку и послушать и почувствовать что ты кушаешь хлеб почему и жалуются что почему они жалуются что нет 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 хлеба посмотрите как комментирует на комментирует это рашу смотрите 11 отрывок почему называется противный испорченный хлеб на пища маннеблаба и барин король калькуль так как он растворялся в органах называли его испорченный хлеб что почему потрясающая вещи прочитаю приведу амру а титама на зэши тфа бм аф клюм ешь елут ища шамах нисвэй намуцы он говорит в будущем этот манн наверное у нас вырастет в животе в целое дерево какое-нибудь хлебное дерево потому что вы видели когда-нибудь нормального человека когда-то что-то кушает и потом это не выходит в виде искрементов во первых откуда они это знают они уже это новое поколение поколение которое выросло на этом мане откуда не знает вообще про еду и здесь можно дать очень интересное объяснение мы видим мы видим что еврейский народ уже пришел границы израиль ушли облака славы мы говорим что ушли ушла защита от еврейского народа и поэтому они напал но ушла не только защита от еврейского народа ушла еще загородка которая была между еврейским народом и внешним миром и тут они видят что во внешнем мире есть что-то кроме мана пиццу можно покушать шаварма уже на границе земле израиль уже вкуснятина всякая там есть можно этого покушать и тут что у них происходит они начинают извините за выражение испражняться они начинают какать потому что до этого они этого не делали потому что кушали ма они поняли что-то с ними не так потом они смотрят люди вокруг которые живут там вокруг а них увидели что оказывается в этом мире есть еще люди они не были скрыты этими облаками облаками слова славы уже их нету и люди говорят все нормально так обычно эти к этому старом анекдоте когда папа с сыном должны встретиться долго не видели и сын думает там по поиск на секунду проезжает и сын думает что же спросить если у него все в порядке там длинная длинная анекдота значит у него если мы здесь жизнь что кушать если что кушать значит он ходит в туалет поэтому эту секунду что он увидел своего папу свое папа ты как же все в порядке я ему объяснили что на самом деле испражняться это абсолютно нормально естественное состояние а не нормально это когда ты кушаешь насыщаешься и не испражняешься и чего это и поэта объясняет чего евреи приходят и жалуются мушер обейну они жалуются на то что мы с нами что-то не то мы видим как живут нормальные люди мы хотим нормальную жизнь мы хотим нормально питаться мы хотим нормально вот это вот без облаков славы и так далее короче как только попросили без облаков славы и наговорили намана тут приходит что хотите как обычно а что у нас пустыне как обычно как обычно у нас змеи потому что облака славы которые держали евреев обогабатовском состоянии они были те которые защищали еврейский народ не только отклониться не только от врагов а они защищали евреев и от всех животных насекомых пауков скорпионов и змей которые были в пустыне никто до этого момента от змеи не умер не умер хотите как обычно поэтому вот вам змеи и это объясняет нам в нашем первом предложении почему здесь истории используются не слова ваишлах послал всевышний всевышний просто ничего не делал и послались они сами змеи просто пришли потому что это их естественное местонахождение но в пустыне ничего исключительного здесь здесь не было происходит это после чего после того как они наехали на муше что они больше не могут кушать этот этот хлеб и поэтому говорится что всевышний мстит за что здесь говорит говорят евреи евреи седьмое предложение с которым мы начали что помолись за нас что мы приглашили и перед с тобой и перед всевышним мы плохо говорили о тебе всевышним и о тебе то есть они сказали с одной стороны что мы хотим все как у людей с другой стороны наехали на ман который был заслугу муша рабейну и поэтому получили по голове с этими с этими змеи но в принципе их можно еврейский народ можно понять мы просто испугались мы испугались того что все нормальные люди кушают и какают а мы кушаем и не как что-то с нами не так наверное у нас что-то потом вырастет арахаима кодыш посмотрите 12 отрывок объединяет и то что пришлось пить и вокруг и вернуться обратно и отступить после войны с ханейцами и то что наехали на ман в одно в одно объяснение посмотрите что вы это рахаим кодыш 12 отрывок вы на вшейну каца и душа наша больше не может терпеть этот ман лэцат ассибу вшел эрэцэ дом в кацра на вшам бадэрэк что сначала идет речь о том что они вошли вокруг эрэцэ дома пошли думеев и вернулись обратно на точку исхода кем супа хашвуки зэ нисабэ в лица таетом и зуна мэа ман зачем их пошли они пошли туда да потому что всевышний повел в обход чтобы они прошлись после того как они наелись мана кимитэва улхэй драхим лэхоль даваршу кашели такет потому как говорит на врахаим что принято что те которые идут в дальний путь они кушают тяжелую еду хлеб там бутерброды и так далее никто там в серьезный поход не берет собой салатик из из листиков походе когда ты серьезно там ходишь ты нужен energy bar что там серьезно чтобы поддержал твои силы и поэтому они думали что они далеко пошли чтобы та тяжелая еда которая не ели она в них усвоилась ким чем дальше ты идешь тем лучше усваивается еда в следующий раз кушать нужно позже чем более тяжелую еду ты кушаешь тем больше ты сын эта еда переваривается тебе пока ты идешь длинный путь и тем позже тебе нужно кушать делать привал и поэтому кушать тяжелый хлеб черствый хлеб чтобы он быть сильнее когда ты идешь и совершенно не то когда ты кушаешь маншу давару хани что это духовная вещь вы такими так или она сразу в нас перевариваться в за и собачьи делаем тараха дороге об этом река и они решили что он специально их повел подальше для того чтобы они быстрее проголодались орахаем пытается здесь обвинить два этих момента и отступление назад и то что жалуются на хлеб потому на на еду что им недостаточно этой нужна обычная на самом деле все абсолютно абсолютно понятно мне кажется я попробую взять орахаема раши это и хронология сопредложений в торе и объединить это в одно целое евреи готовы войти в землю израиль они готовы войти воевать и так далее но только они забыли что в тот момент когда они что они готовы пока они находятся в окружении облаков славы пока есть муше покайся аром пока смирьям пока из тех которые они заботятся они ого-го мы всех победим у нас мы самые сильные но они не видят еще внешнего мира они не видят что на самом деле когда падает это завеса виде облаков славы в этот момент они пробуют нормальную пищу и они понимают что пищеварение она не совсем такое как они привыкли после этого нужно ходить в туалет нужно будет когда войдут землю израиля строить канализацию это все не так просто это занимает время они были в шоке того чтобы с ними происходит более того очень круто махать кулаками когда ты сидишь за облаками славы и думаешь что сильнее всех и даже вот змеи меня не кусают но как только облака славы упали они поняли что все не так просто что есть хананейцы которые на них нападут и которые с которыми нужно воевать и облака славы не защищают нужно будет жить обычной человеческой жизнью вести обычные человеческие военные действия и поэтому они приходят они отступают потому что они хотят вернуться в египет они хотят вернуться к тому состоянии полного содержания пусть то в египте как рабы или пусть то с помощью содержание всевышнего вспомнилищем уже арона и мирян в пустыне они возвращаются обратно то состояние когда они были когда man только начал идти а пошел сразу после рассечения красного моря но на самом-то деле они говорят мы не хотим мы хотим чтобы все было как у людей как евреи приходится руху шмейли говорят они говорят а сэлэм и мэлэхи холаку им сделай мне царя как у всех народов вот здесь вся проблема приходят они и к муше и говорят мы уже попробовали нормальный хлеб хватит нам мана дай нам нормальный хлеб но они забыли что они в пустыне и хлеб идет только только сверху они думают что они уже готовы мы думаем с вами что мы уже готовы к реальной жизни а на самом деле мы требуем того же инкубатора мы просим того чтобы этот хлеб пошел на вместо мана они мы его сажали растили кушали боевали и так далее и вот так да всевышний отвечает им абсолютно тем же это на самом деле урок по потрясающему у чувству юмора всевышнего а ребятки вы хотите как у людей так давайте как у людей бумс и вот вам как у людей естественное состояние в пустыне это там где полно змей и тут же нас начинают кусать змеи и тогда это нам объясняет почему евреи жалуются на всевышнего и на аарона и на муше почему это происходит именно сразу после смерти аарона почему это объясняет почему то странное слово ваишала что змеи сами пришли всевышний им просто показал на секунду что такое реальная жизнь когда ты говоришь мы хотим все как у людей всеми как сказал бархоба пусть всевышний вмешивается мы сами справимся с римом как я говорил на уроке во вторник все знают чем это закончилось для бархоба и для еврейского народа и это был первый пример где евреи сказали мы хотим хлеб как у людей мы не подумали что этот хлеб нужно расти мы хотим всех победить как все остальные вы не подумали что нужно воевать сроческая хотите как у людей я как понтий пилат не дай бог умываю руки и тут же евреи оказались в абсолютно естественном состоянии пустыне в естественном и инвайменте в которой их покусали змеи и пришли они к мы шею и говорят мы поняли спокойно мы еще не готовы нам нужно еще облака славы нам нужен ман мы еще не там мы еще не готовы для того чтобы жить жить как свободные люди и действительно жить как у людей воевать строить и тогда что является конечной целью естественно здесь нужно понять вопрос зачем нам тогда змей если всевышний это делает воспитательных целях того чтобы показать евреям что нужно вести себя что если ты хочешь жить в реальном мире то нужно жить в этой реальности и со всеми ее плюсами и минусами и надеяться на то что все тебе что-то дадут да тот же самый sense of entertainment который мы сегодня видим когда люди живут абсолютно инкубаторских условиях университетов за которые платят их родители и потом выходят на выход на демонстрации говорите нам все все наше все дайте все заберем и поделим да но как вы видите ничего не просуществовало на самоокупаемости все прекрасно знают как как это работает но если это делается воспитательных целях зачем змей и у нас остается вопрос почему змей вообще который потом делается идолопоклонникам почему всевышний не дал евреям вот этот курс молодого бойца в пустыне со змеями чтобы они начали сами строить какие-то защитные ограждения и так далее не наоборот муж шеф помолился о чем он помолился на самом деле он помолился и за его заслугу он как говорится гимора что после смерти мирям и арона муж шеф заслугу свою заслугу получил и дал еврейскому народу и облака славы и колодец и и опять вернулись в это бардинское состояние до уже смерти мужа до момента входа входа в землю израиля и поэтому несмотря на то что мы объяснили хронологию событий понятно почему змеи покусали именно сейчас и почему евреи вернулись обратно но непонятно все зачем это было сделано потому что можно было действительно воспитать еврейский народ избежать будущего идолопоклонства и врачи у нас по сегодняшний день пока что еще остаются тоже непонятными почему и хорошим врачам обязательно нужно идти в ад я слышал одно такое сепарское объяснение о том что почему хорошие все лучшие врачи идут в ад потому что баде в аду там всех мучают и много раненых и там нужны хорошие врачи но порядок иудаизму это не имеет никакого отношения так вот посмотрите давайте вернемся к нашему змею почему же змей посмотрите что объясняет rush почему это были именно змей тринадцатый отрывок вы и нашу это ам я вонаха шелака а люцар диба в эфрама муце и диба пришел и раша говорит о всевышно еще больше чувства юмора не просто он показал что такое реальная жизнь а он специально показал это именно со змеи что пришел змей который был наказан помните которые его прокляли еще во время мироздания за то что он говорил нехорошие вещи которые привели к трагедии которую мы расслёбываем по сегодняшний день грех древопознания и наказывает тех которые тоже болтали личного да почему потому что что за что евреи были наказаны что они начали говорить вспомните что произошло евреи сказали говорили говорил народ о боге и амуше зачем читаю 10 отрывки пятое предложение зачем ты вывел нас из египта что мы все умер в пустыне и кормишь нас этим неудобоваримым хлебом болтаете лишнего жалуйтесь без остановки вот тот кто наболтал лишнего что по сегодняшний день мы раскрыл и влёбываем он придет вас и накажет и вообще посмотрите какая здесь замечательная драматургия что нахаж он да это проклятое животное он же ангел смерти и так далее и так далее и сатана и животное начало но он исправляет свой грех чем что наказывает тех которые согрешили тем же что согрешил он своим языком он наказывает именно тех которые говорили плохо плохо о муше и о всевышнем нахаж неплохо о боге неплохо о муше неплохо о даме неплохо хами ни о ком плохо не говорю просто наговорил нажужжал на в уши или как мы с вами учили то что говорит дедона барбанель что вообще женщина сама в себе все в голове придумала но теперь он исправляет свой грех за счет того же греха и наказывает тех кто тоже болтали то что не нужно хорошо продолжает и говорит я вон ахаж шиколь аминим нита мим лота ам эхад в эфра миквейтова придет змей и то что это тот который для которого все что он есть имеет один и тот же вкус и за расплатиться с теми кто не узнают благодарности шедовары хад мечтанелами камата амин что-ка одна вещь меняет немного вкусов посмотрите как тонко говорит раши говорит что змей змей это тот который не чувствует вкус откуда мы знаем что не чувствует вкуса а давайте вернемся прямо на борьбе сейчас за что с чем был наказан змей по парту халь коли мэй хаеха будешь кушать только пыль он не кушает только пыль кушать другие вещи но объясняется что вкус который у него есть это только вкус пыли и он именно своим проклятием отыгрывается на нас с вами которые кушают man который что имеет это один продукт который имеет бесконечное количество вкусов конечно там пару нету но посмотрите на это потрясающее чувство юмора постоянно действительно я даже не знаю не знаю как назвать чувство ему но действительно драматургия который на который указывает нам раши что змей наказывает тех кто согрешил тем что он согрешил то есть его яд становится на самом деле наказание которое на самом деле извлечение сейчас мы к этому придем и и кроме того он чая его сущность том что он не чувствует никакой вкус он наказывает тех которые чувствуют благодаря одному продукту много вкусов потому что они кушают man наказывается то что болтали глупости и наговаривали не только на мужа и на и на и на всевышнего она она ман как таковой и поэтому всевышний избирает этих дней как самый подходящий источник наказания но посмотрите какую потрясающую вещь промежуточную вещь мы можем выучить из этого из этого момента что наказание это не что-то сверхъестественное наказание это естественный исход событий тогда когда евреи оказались в естественной обстановке в пустыне и хотели кушать нормальный хлеб они наказываются абсолютно природными вещами это змеями которые кусаются они просто кусаются это их природа и змей который мстит им за то что они сами сами на себя на себя наговорили то есть наказание которое мы не дай бог получаем это не что-то сверхъестественное как мы уже неоднократно говорили нечего заподнимать руки в небо и говорить за что мне это естественный исход событий когда ты прыгаешь с третьего этажа и ломаешься в лучшем случае ногу это нормально это естественный исход событий сломал это чудо поэтому точно так же когда мы что-то не то говорим нам через это и придет наказание как пришло здесь пришло через змея когда мы жалуемся на что-то через это нам и придет наказание как пришло это наказание через через змей но здесь еще один потрясающий момент и ключ к ответу уже нам и по поводу врачей и к на все остальные вопросы почему именно змей я надеюсь что не только рававадья из бартенуры никакой связи с вином бартенура нету но и вы обратили внимание я вернусь самому первому отрывку давайте еще раз посмотрим восьмое предложение в первом отрывке что говорит всевышний сделать муше и сказал всевышний муше сделай себе этого сарапа этого ядовитого говорили что змея которая плюет ядом поставь его на посох на возвышенности и все кто его на него посмотрят и кого укусит змея посмотрим и и выше девятое предложение теперь что делает муше и очень странно потому что только недавно его наказали что он не делает то что всевышний ему говорит беспрекословно бы я смущен на хаш не хочет почему они своя нахаж это ищ мы убитали нахаж нахошет в их и сделал муше нахаж это змея и змея из меди и поставил его на посох на высшенности и так далее все как всевышний сказал но я надеюсь что тогда когда я уже ткнулся своим носом и надеюсь вашим тоже в различии между тем что сказал всевышний муше сделать и тем что сделать муше вы уже на это обратили внимание всевышний говорит муше сделать у нас есть комментарии с правильным ответом сейчас мы проверим не медный перестать не позволь меня еще я понимаю что на английском к сожалению это заметить невозможно нет даже мой возможно английском заменить посмотрите на английском восьмое предложение хотя вначале очень странный перевод что вначале эту разницу здесь не указываться я прочту на английском чтобы было понятнее the lord say to moses make yourself a serpent and put it on a pole and let whoever is beaten look at it and leap девятое предложение moses made a copper snake and put it on a pole и так далее уже все понятно здесь да copper понятно первый раз не упоминается но а тут дима обратил внимание на очень важную вещь на самом деле корень слово нэше и слово нахаш там это то же самое что нахошет но другой вопрос но действительно ношет не получает от всевышнего сделать медного змея почему потому что он получает от всевышнего заповедь сделать сарапа сделать этого серпента сделать этого плюющего змея который никакого отношения к нехошету комедии не имеет а делает он нахаша и поэтому нахаш который однокоренное слово со словом нэхошет медь он делает медного змея который работает но только мы знаем что когда всевышний сказал муж и поговори со скалой а он по ней стукну здесь он сделал себе сарапа серпента сделаю приучиваю гадюку а он делает именно жалющую гадюку на муж и никто не наказывает что здесь происходит муж и в очередной раз изменяет изменяет положение спасибо дима что тонко даже я бы сказал очень толсто но изменяет заповедь всевышнего не но его совершенно не наказывает этот кто обращает на это внимание обращает право ваде и бартынура напоминаю еще раз никакого отношения голубенького вину не имеет если бы назвать кстати вы выпустили вино который называется а ваде логичнее было хашерное вино назвать абаде чем бартынура просто место в италии где он же но не суть ваш да так вот работе бартынура комментатор торно у более известных как комментатор именно мишны но посмотрите какую интересную вещь он говорит каше шелло мацину шамарло кадожбу фаэла ассалых ассалых ассарат тут есть вопрос каше да сложно что мы ненавидели что все вы как что мужа делать не так как всевышний ему сказал он сказал ему сделать сарапа было из кирлонных нахаш а про нахаша вообще не говорил клай вообще не сказал да то есть тут и можно задать вопрос на всевышнего почему нужно вам делать сарапа потому что послали и сарафим и нахашим и плюющих звеней звень и за жалючий но мы всевышний говорит сделать только плюющего змея в ешломар да нужно сказать ли пиши израиль хату на кадожбу ху белым уши евреи согрешили и по отношению ко всевышнему и по отношению к муше да помните что они сказали что зачем мы хотим вернуться обратно в египет в египте было хорошо чем у нас выйдет еще кушать этот ман ман это заслуга муше они говорили и против муше и против всевышнего прямо так который и написано поэтому говорит арабадис бартонура это было два отдельных наказания нахашим и сарафим это две два отдельных совершенно наказание а нахашим баавур а вона кадож нахашим змей жалящий змей это было за то что они плохо говорили о всевышнем в сарафим баавур а вон муше а плюющие змей это за то что они плохо говорили о муше бама лока должно сара сделай себе этого плюющего змея бишвилха бишвилха для себя кишили махуль я им прощаю я надеюсь что вы следите пока что еще за ходом мысли да по крайней мере за мысль равадис бартонура который говорит так это было два отдельных наказания одно за неуважение к муше другое за неуважение к всевышним за неуважение к муше это был сараф за неуважение к всевышним это был нахаш всевышний говорит мужа сделай сарафа потому что они к тебе были неуважительны. То, что они ко мне были неуважительны, я их прощаю. Но, а вальба, а вурмаши хатукины дыхала селых осраб, да, то есть за себя сделать осраб. Ве Моше, а что Моше делает? Тава, кого-то кадошбруху, он заботился о уважении ко Всевышнему. Вело тава, а не заботился о своем собственном уважении. Ва Аллах, ва Асан Нахаш, и пошел и сделал именно змея, а не этого серпенца, не жалящего, а не плюющего змею. Лехапе анмаши хату калпе махот. Купить тот грех, который был против Всевышнего. Вело оса сараб, ва Абу маши хату кенегдо. А не сделал плюющего змея за то, что они согрешили по отношению к нему. То есть, что мы здесь видим? Всевышний и Моше расшаркиваются. Расшаркиваются они в чем? Расшаркиваются в том, что Всевышний говорит, я вообще люблю евреев, я не за себя, я за тебя мщу. Моше говорит, да нет, я не за себя, а за тебя мщу. В конце концов, страдают кто, пока Всевышний с Моше расшаркивается? Мы с вами. И поэтому Всевышний, раз Всевышний уже простил, то, точнее, Всевышний говорит, я прощу, по идее вообще не нужно было... Сейчас, дождите, давайте к этому придем. Всевышний говорит, сделай сарапа за то, чтобы искупить грех против тебя. Он говорит, Моше, Моше говорит, за меня не волнуйся, мне важнее твоя честь. И поэтому, в конце концов, должен делать это Моше, и потом делать Нахаша, чтобы искупить искупить грех против Всевышнего. Но логичный вопрос, мы возвращаемся к нашему вопросу, зачем вообще делать бы этого змея? Если Всевышний прощает, супер, значит, не нужно делать Нахаша. Если Моше прощает, замечательно, не нужно делать сарапа, вообще ничего не было делать, Всевышний, да, все должно обратно вернуться, Моше же уже помолился, облака славы, и все хорошо. Зачем? Мы только усилили тем, что мы объяснили, это не состыковку в предложениях. У нас возникает только еще более сильный вопрос, или точнее, мы усиливаем тот вопрос, который мы задали с самого начала. Зачем вообще был нужен змей? Что-то, в конце концов, приводит только к тому, что потом этот змей становится идолом. А если бы каждый сказал, как Моше Всевышний сказал, за себя я прощаю, за тебя волнуюсь, Моше сказал, за себя прощаю, за тебя волнуюсь, если оба они простили, забыли, никаких змей, никаких идолопоклонников, никакого идола в конце, зачем нам нужен этот змей, на который мы будем смотреть и получить, и из-за этого лечиться. Только для того, чтобы потом царь Искияло должен был, вопреки всему еврейскому народу, этого змея уничтожать. Для того, чтобы понять, зачем нам нужен змей, я знаю, что это достаточно сложная цитата, но нам обязательно нужно... Давайте, во-первых, скажем за это лыхаем, за такие прекрасные... Действительно, на мой взгляд, очень интересные вопросы. Лыхаем, лыхаем. Но сейчас мы углубимся к концу урока уже, так сказать, в самый хасидизм. Сейчас, секунду, что-то не открывается, да, окей. В самый хасидизм, в самую глубину. Алта-Ребе на основе именно этой истории... Что у меня тут происходит? На экране прыгивало. Вещи. Окей. Сори. Что-то на компьютере прыгивало. Окей. Для того, чтобы понять, зачем нужен этот змей, почему именно змей нужно действительно обратиться к Сидусу. Я прочту, переведу, я не полностью переведу здесь эту цитату, но то, что Алта-Ребе в своей книге Ликутей Тора объясняет именно на нашу недельную главу. Итак. Когда не дай Бог с человеком происходят какие-то несчастья, какие-то физические недуги, не дай Бог. Что должен подумать, что не должен за своими глазами он судить, что произошло. Что это просто плохо, что тебе сейчас плохо, у тебя насморк, корона и так далее, что все это трагедия. Потому что все на самом деле, источник этого, он хороший, и из Всевышнего ничего плохого выйти не может. И это идея змея, она хочет, змея, который сделал что он был необходим, чтобы показать, что на самом деле он хороший, потому что от Всевышнего ничего плохого не будет. Понимаете, что алтарь обитиск говорит? Я прочту, дальше переведу, потом это объясню. Идея этого, да, тут два раз предложения, дальше. Я вот здесь читаю. Почему-то три раза одно тоже предложение. И это идея этого медного змея, который необходимо было поставить на этот пособ. Чтобы поднять его наверх, и когда хотят вылечиться от этих укусов, смотрели наверх. Чтобы вы не думали, что этот змей, он что-то отдельное от Всевышнего. И поэтому он очень плохой. И останется плохим. А посмотрит на змея, который наверху, что он не отделен от Всевышнего. Источник его происходит Всевышнего тоже. Алта-Рэбэй здесь говорит очень-очень глубокую вещь, которая действительно очень сложна для понимания как в осидизме, так и в кабале. Я объясню, о чем идет речь. Мы верим, как мы только ходят на уроки Тани, мы это учили, что наша истинная вера это единство Всевышнего. не то, что Всевышний есть, это не вера. И то, что Всевышний, какой он безграничный, такой же ограниченный, что он источник всего и ничего одновременно. Точно так же эта вера подразумевает себя в том, что нету двух начал, что нету хорошего и плохого, а есть только истина, есть только Всевышний. И то, что плохое происходит, это тоже от Всевышнего. Как есть два направления творения, Ситрады Душа, Ситрады Ахра, направление святости и направление нечистоты, но на самом деле обе они происходят от Всевышнего. К сожалению, в нашем понимании, когда мы рассматриваем, что такое хорошо и что такое плохо, мы смотрим на это со своей точки со своей колокольни то чего мне хорошо это хорошо то чего мне плохо это плохо человеку не человек не может автоматически воспринимать вещи объективно все вы чай принимает воспринимает все только через через себя но хорошо что тебе хорошо не обязательно что-то глобально хорошо и то что тебе плохо не обязательно что-то глобальное плохо может быть кому-то хорошо от того что тебе плохо мы никогда не задавались этим вопросом И понимание этого заключается в том, что все, что Всевышний делает, это хорошо. И поэтому, когда, не дай бог, у человека происходят какие-то проблемы, и он говорит, что все плохо, и это не так, и то не так, и все плохо, надо понять такую вещь, все на самом деле абсолютно так. Потому что эти же самые проблемы, они тебе приходят от Всевышнего. Потому что все происходит, если все происходит от Всевышнего, то и геморрой тоже от Всевышнего, то эти змеи тоже от Всевышнего. Но что мы не понимаем, что когда нас кусает змея и лает на нас собака, или у нас какие-то проблемы со здоровьем, не дай бог, финансовые проблемы и так далее, мы начинаем думать, из-за чего эти проблемы, я тут что-то не то сделал, я там не помыл руки, я там не одел маску, или кто-то не одел маску, и поэтому у меня проблемы и так далее. Нет, все происходит от Всевышнего. То, для чего были нужны эти змеи, змеи, которые кусали евреев, это для того, чтобы еврей понял, что в конце концов нам с вами жить в естественной обстановке, где в пустыне кусают змеи, где на войне погибают люди, где приходят всякие болезни и так далее. Но зачем тогда нужен был этот змей, чтобы нас излечить? Чтобы показать, что змеи – это не отдельная инстанция, которая нас окусила. Не на змея нужно злиться, не змей виноват, а это тоже от Всевышнего. И ты, конечно, можешь злиться от Всевышнего, но осознавать ты должен, что все, что происходит от Всевышнего – это хорошо. И этот змей – это было просто наглядное пособие. Его поставили на возвышенность. Мы посмотрели на змей, которые нас кусают на земле в пустыне, на песке в пустыне, а на самом деле нужно было понять, что это тоже от Всевышнего. Поэтому нам поставили наглядное пособие этого змея, на который мы смотрели и понимали, что это Всевышнего. Более того, так как здесь говорит об этом Алтаребе, получается тем, что мы смотрели на этот змей, и он нас вылечивал, этим самым мы подымали тот, и мы исправляли первый грех, который причиной был именно змей, того, что он наговорил, потому что мы теперь этого змея подняли наверх и сделали его своего рода инструментом в руках Всевышнего с наглядным пособием, с помощью которого мы понимаем, что все в этом мире оно от Бога, даже когда нам плохо. То, что говорит здесь Алтаребе, это глубочайшая вещь, которую мы учим именно из этой истории, и поэтому мы не объясняем нам, именно почему этот змей был нам нужен, потому что нам нужно было понять, что в реальном мире, не в инкубаторском мире, в котором мы живем, жили во время, жили, когда были облака слабы, все те проблемы, которые возникают, это тоже от Всевышнего. И другой вопрос, нужно понимать, почему и как, но именно понять, что это от Всевышнего помогал нам этот змей. Но с другой стороны, мы остаемся с вопросом, в конце концов, он привел к негативным результатам, это стало идолом. Но здесь мы уже можем перейти к ответу, или точнее, перейти уже к нашим врачам, которые изначально этот змей нужен был для того, чтобы мы поняли, что все от Всевышнего. Но в какой-то момент мы приходим и понимаем, при коеме к совершенно другому пониманию. Когда это становится чем-то обыденным, когда это становится чем-то естественным, посмотрел на змея, вылечился, принял таблетку, все хорошо, ударил по скале, вышла вода, все понятно, никаких чудес. Мы забываем, что за этим всем стоит Всевышний. Мы опять начинаем думать о том, что у меня проблемы, потому что кто-то или что-то, и физические недуги, потому что кто-то, врач что-то сделал, и мы бежим к врачу, кто самый лучший врач у нас на Брайтоне, который нас вылечит. И вот тогда мы возвращаемся к вопросу. Топ, Рафим, самый лучший из врачей, он идет в ад. Потому что, когда врач становится не инструментом в руках Всевышнего, который посылает нам прощение за наше предвещение и вылечивает нас, а становится этим змеем, который вылечивает, вот тогда этот врач попадает в ад. И поэтому давайте плотненько в конце урока перейдем к врачам. Откуда мы вообще знаем, что нужны врачи? Ведь то, что понятие врача полностью противоречит нашей вере во Всевышнего. Если мы молимся о избавлении, забыли про таблетки, забыли про измерение мерой давления, ЭКГ, средства предосторожности, гигиену, маски, мытье руки, social distancing. Все в руках Всевышнего. Так и написано в Торе, посмотрите, 16-й отрывок, когда мы только вышли из Египта, перешли через Красное море, в котором мы только что с вами вернулись, у нас нечего было пить, помните, положили дерево в Всевышнего Муше, возьми это дерево, положи воду, и вода усластится, он сделал, излечил эту воду. И что говорится, 16-й отрывок, 26-го предложения, еще в книге, если будешь служиться голоса Всевышнего Бога твоего, и будешь делать то, что Всевышний хочет от тебя правильно в его глазах, и будешь выполнять его запомеди, и будешь выполнять все его законы, все болезни, которые были в Египте, не коснутся они тебя, я Всевышний исцеляющий себя, аббревиатура месяца Ияр, поэтому Месяц Ияр считается самым благоприятным для молитвы за излечение, Всевышний лечит, не змей, змей это было наглядное пособие, не врач, а Всевышний излечивает человека, но тут же в книге Шмот мы читаем абсолютно противоречие этому предложению, посмотрите 17-й отрывок, когда говорится уже в законах финансовых отношений, кто-то там кому-то увечья, глаз вывел и так далее, что говорит нам Тора, что нужно сделать, 17-й отрывок, если этот человек может ходить, которому нанесли увечья, даже если он опирается, и удар этот увечья может быть вылеченным, только даст ему тот, который навес увечья, в том, что этот человек не может работать, и он будет излечен. Тут же Раша комментирует, 18-й отрывок, посмотрите, что говорится о Раше, что значит, будет он излечен, как и перевести, то есть, тот, кто навес увечья, должен заплатить врачу. О какой ситуации идет речь? Вася, Петя выбил глаз. Этот Петя может ходить, все в порядке, но работать он не может, соответственно, нужно заплатить за его безработицу, более того, нужно еще подлечить глазик, и тот, то есть, этот Вася, который нанес увечья Петя, должен платить врачу, который лечит Петю. Отсюда мы делаем вывод, не Всевышний глазик вылечит, а к доктору нужно идти. Как же тогда, здесь у нас сказано, Амира Шем Ропеха, я Всевышний, который тебя вылечит, а здесь у нас сказано, что нужно идти, нужно идти, идти к врачу. Это, естественно, объясняет Вавилонский Талмуд, посмотрите, 19-й отрывок, говорит Вавилонский Талмуд в разделе Баба Кам, это самое известное объяснение этой фразы в Рафой Рапе и его вылечит, как говорил Раби Ишмоль, как учит Раби Ишмоль, Омер. В Рафой Рапе это, что написано, и его вылечит, и врач его вылечит, Микан Шенитан Решут Леропе Лерапот. Отсюда мы учим, что врачам дается право лечить. Посмотрите, какие здесь тонкие слова. Не врач тебя лечит, а врач получает право тебя излечит. А кто тебя лечит? Это, конечно же, Всевышний. И тогда нам объясняет нам это нашего змея, что не змей лечит, змей это только инструмент, это только наглядное способие, которое было сделано для того, чтобы, потому что змеи нас покусали, мы увидели, что это все от Всевышнего. Когда ты понимаешь, что все, что с тобой происходит от Всевышнего, это источник излечения. Врач это инструмент. И тогда это объясняет, почему змей, который упоминается в нашей главе, становится символом медицины, потому что это символ врача, который является инструментом, который дает тебе излечения. К врачам нужно ходить, нужно проверяться. На величайшие еврейские мудрецы Рабиуда Олеви, Рамбам, они все были врачами. Почему? Потому что они могли помогать людям, но они в этом были богобоязненными людьми. И об этом пишет Маораль из Праги, о том, что такое врач, почему написано при этом, мы отместяем перед цитатой из Гемора Кедушина и Светлана Мишта Кедушина, почему же лучший врач он идет в ад. Пока что не состыковка. Если Рабиуда Олеви, Рамбам были лучшими врачами, почему они должны идти в ад и 100% они туда не пошли? Почему, если врач становится инструментом, как этот змей в руках Всевышнего для излечения, почему же тогда лучший врач, который лучший инструмент, должен идти в ад. Это объясняет мораль из Праги в своей книге «Немецкая Израиль», посмотрите 20-х отрывок, как перушок, так объясняют Маша Неймар, Маша Амру, Тоблана Шипрофима Логейно. Лучший из врачей он идет в ад. Перуш, Миш, объяснение, Миша Урофе, тот, кто врач, и не верит в Бога, им за вместе с этим, не имеется в виду только изучает Тору Всевышнего и так далее, не идет речь только о евреях, просто человек, у которого нету, у которого врач, у которого нету Бога. Получается, что все, чем занимается врач, это только материальная оболочка. Поэтому он относится к аду, потому что что такое ад? Это не только то, что там все зло присутствует в аду. А на самом деле это абсолютно иллюзия. Это и есть ад. материя, она иллюзорна, у нее нету самой по себе сущности, тело само по себе не живет, в нем должна быть жизнь, душа. И поэтому говорить, что излечение это только физическое излечение, это абсурд, ты лечишь иллюзию. Он находится только благодаря тому, что в теле находится жизнь. Человек живет. И эта жизнь, она находится в нем в большом количестве. И когда ты занимаешься только материальным аспектом болезни, то это излечение не может прийти, потому что ты занимаешься иллюзией. Тот, который считает, что существует только природа, и тот, который занимается только материализмом, у которого нету как такового существования, это иллюзия, это и есть ад. Ад, это и есть иллюзия, это там, где ты же находишься в пустоте. А еврейский ад не там, где тебя жалят черти. Это состояние пустоты, где ты живешь в иллюзии. Если ты живешь только материальным благом этого мира, только этой иллюзией, это уже попадание в ад автоматическое, нахождение в этом вакууме. Сам по себе ад не существует. А вальу хоших выцелмавык это темнота и бездна. Это пустота. Ад это состояние пустоты. И это понятно. Кибаля Тева, человек, который естествовед, ахомрит, не материалист, ашер аэнло рак шимитасэк беконин, который занимается только материей, ашер ахомр энло митсю беконин, а у этой материи нету как такового существования, это абсолютная иллюзия и присутствие человека, даже больного в этом мире, это благодаря нахождению души в теле, какой-то жизни в организме. Убаль гейном, он и есть ад. Везэ шэмар топнорфим гейном. И так, мораль исправливает, объясняется, лучший из врачей бак, шиперошел, забрал гамкин мёд, и это абсолютно очевидно говорили. То есть, если мы говорим, что лучший врач это тот, который лучше всех знает анатомию и разбирается во всех маленьких там вирусах и так далее и не боится Бога, это человек, который занимается смертью, а не жизнью, потому что тело само по себе без жизни, без души это смерть. И поэтому лучший врач, который будет знать тело лучше всего, лучше всего знать анатомию, и все хрящики, нервное кончание и так далее, он занимается адом, он занимается смертью. И чуть-чуть более лаконичное объяснение, не столь грубое, о котором говорит Маараль, даёт другой комментатор, чуть позже живший Маарашак, известный комментатор в Талмуде, на именно этот отрывок из Талмуда, где и говорится о том, что лучший врачей в ад. Посмотрите, 21 отрывок. Дэгайну. Шимахзикат смолы топы мумумхэши бурофи. Что имеется в виду, что он считает себя самым умным, самым лучшим врачом. Шэнь каму. Тот, кто считает себя самым лучшим врачом, прямое попадание в ад. Весомэк бьётэра мумхи юдмиток мгбаато. И он надеется только на свой профессионализм и за своей гордынью. Помимо УТОЭ, ВТВЗ холэ, и несмотря на это, он может ошибиться по отношению к тому или иному пациенту. Вэммэммитэта холэ, приводит к тому, что этот пациент умирает. Потому что он уверен в своей правоте и не слушает никого больше и даёт человеку лечение, которое ему только приводит к худшим результатам. а вальешло лисаблитэншару фимки ваншу саканатно пошёл. Говорит, Мараша, нужно быть практичным, должен консилен посоветоваться с другими врачами. Я уверен, что вы сами знаете, как сегодня приходишь в больницу и такой-нибудь врач, у которого вот так вот нос, который позавчера закончил свой medical school, но уверен, что он знает лучше всех, и он говорит абсолютно безапелляционно, что нужно делать, хотя это будет абсолютная чушь, и другой врач скажет, что другого не будет его слушать, и они будут спорить. Это то, что говорит здесь Мараша. Мараша говорит о отсутствии битуля, о отсутствии скромности у врача. А что-то, от чего у нас приходит, от чего человек может почувствовать скромность только тогда, когда, как говорит Маараль, у него есть Бог. Когда человек пускает в себя Бога, он чувствует скромность. Поэтому тот, кто считает себя самым лучшим врачом, вычёркивает Бога и говорит, что всё только материалистически, абсолютный материализм, это тот человек, который занимается адом, и в конце концов попадёт в ад, потому что настолько в себя уверен, его настолько много, что он пациента к себе даже не подпускает, не говоря уже о Боге. А настоящий врач это тот, который чувствует свою растворимость во Всевышнем, является только инструментом в руках Всевышнего. И это такие врачи, которыми были Рамбам, которые из Маарали, из Праги, которые существуют по сегодняшний день, но это врач, у которого есть Бог. Человек, врач, который сам растворяет в своём пациенте, в желании помочь пациенту, и, к сожалению, должен процессировать здесь именно Фрейда, который говорит, the doctor should be able to talk to his patients, and like a mirror should show them nothing, but what is shown to him. Врач не должен существовать. Это принцип Битуля. Настоящий врач это как змей, который только наглядный, особенно только инструмент, инструмент в руках Всевышнего. Врач, который считает, что он самый умный, он уже поковырялся во всех дырочках тела, и поэтому и Бога там не нашёл. Врач, который Бога не пускает в свою жизнь, это врач, о котором сказано. Пусть он будет самым лучшим врачом, но такой самый лучший врач, он обязательно попадёт в ад. Он занимается смертью, а не занимается жизнью. И поэтому я хочу вернуться к нашему царю Хискияу, который уничтожил этого змея, потому что, к сожалению, в какой-то момент, когда мы смотрим на инструмент, и мы действительно, это нормальное состояние человека, что несмотря на то, что изначально это был только инструмент и наглядное пособие, понять, что всё излечение приходит от Всевышнего, и все наши недуги, они от Всевышнего, и всё это на самом деле хорошо, только не хорошо в наших объективных глазах, а так как Всевышний это задуманно так хорошо. И, к сожалению, этот змей, да, приходит к тому, что он становится идолом, символ медицины становится идолом, врач становится врачом, потому что в этом много денег, потому что так хочет твоя еврейская мама, потому что это почётно, это круто, и много дипломов на стене, а не потому, что он хочет помогать людям, потому что он является инструментом в руках Всевышнего. Да, Всевышний говорит напрямую в Торе, врачу дано право лечить, но тогда это право у врача есть, когда он становится инструментом, как змей в руках Всевышнего. И это видит царь Хискияу и уничтожает змея. Уничтожает не только змея, он как-то очень сильно боролся именно с такой антирелигиозной медициной. Посмотрите, что говорит Мишнишна Псахим, говорится, что мудрецы восхвалили царя Хискияу за несколько вещей, за три вещи его похвалили, за три поругали. Две из них, Китет Нахашны Хошет, то, что мы читали с вами в книге Малахим в начале, что он уничтожил этого змей, и еще одну вещь, Адула его похвалили, Ганас Сепер Рфор, он похоронил книгу излечения. Мы неоднократно уже упоминали это, но подъясняется в нескольких местах Гемори, и наши комментаторы об этом говорят, что книга излечения — это книга, которая теоретически, мы точно не знаем, кто ее написал, но есть предположение, что ее написал царь Соломон, где на каждый физический недуг был указан духовный источник, что и как, в чем проблема. И то, что сделал царь Хискияу, он уничтожает, не спрятал ее, а уничтожает эту книгу. Хотя есть комментаторы, что он ее просто спрятал и так далее, но 100% она на сегодняшний день не существует. Почему? Потому что евреи просто перестали верить в Бога, перестали задумываться, когда у нас какие-то проблемы, в чем проблема? А, секундочку, мы пойдем, откроем сидур на такой-то там странице, там написано то-то и то-то, это нужно сделать, если у меня насморк, то нужно обязательно повесить красную ниточку. Это стало красной ниточкой, это стало идолом. Когда мы забываем, что все в руках Всевышнего и думаем, что просто открыть, погадать на кофейной гущей, гущей нам это поможет. Одно из объяснений говорится, что на самом деле это Сефер Рубот, это было в список всяких там знаков зодиака, всяких там небесных светил, которые как влияют на какие болезни и так далее. Но обратите внимание, именно за это хвалят царя Хискияу, одного из величайших царей, иудейских царей, за то, что он понимает, что в какой-то момент перестает быть это просто инструментом в руках Всевышнего, врачевание перестает быть каналом для проявления желания Всевышнего в излечении человека, а становится просто идолопоклонством, как на сегодняшний день стали medical school, медицинское образование, медицинский диплом, или эту штуку, которую вешают тебе на шею или в машине, чтобы все знали, что ты врач. В этот момент именно об этом сказано. Самым каким ты был лучшим врачом, какую лучшую медицинскую школу ты не закончил, конец тебе именно в аду. И мне кажется, я хочу закончить это тем, что непосредственно связано с нашим временем, мы сейчас находимся в Томузе, и в эту субботу, если не что, в субботу и воскресенье, это два дня величайшего еврейского праздника, хасидского праздника. Это день освобождения Ребы Раятса, последнего Любавического Ребы, предпоследнего Любавического Ребы, которого приговорили в секциях к смертной казни за распространение иудаизма. Потом этот приговор изменили, его отправили на Соловки, пока он ехал на Соловки, его отправили в ссылку к Острому, и пока он сидел под арестом, он пишет в одном из своих воспоминаний, Ребы об этом тоже пишет, говорит в одном из своих фарбрегинов, что он не мог, он не знал, который сейчас сейчас, он не знал, когда молиться, когда не молиться, когда утро, когда вечер, когда говорить креш-май и так далее, но он пишет там, что он знал, что когда, как он определял время суток, когда приносили кашу, это значит, что сейчас утром, когда приносили что-то горячее, он знал, что сейчас днем, когда день, когда приносили хлеб с водой, он знает, что сейчас вечер, Когда там было какое-то объявление, знает, что это на построении. И он так, с помощью именно того, что происходило с ним в тюрьме, он определял, он находил для себя в этом решение, в самом недуге, в самом том, что он находился в тюрьме, он находил себе разрешение проблемы. Потому что что его интересовало даже в момент заключения? Только его связь со Всевышним. И он мог подумать, что это какой-то товарищ Сталин, его посадил в эту тюрьму, и виноват этот следователь Натансон или тот, кто его арестовал, но это был рэбби. Он понимал, что все в руках Всевышнего. И поэтому в том, что есть сейчас, нужно находить, как ты это можешь использовать. Как само исправление приходит из змея, змей исправления, из яда, яд исправления. Змей, который согрешил в начале мироздания, он и является извлечением еврейского народа. Главное не забывать, что это только инструменты. Посмотрите, что пишет об этом рэбби, как раз по поводу нашей недельной главы. Когда смотрят на змея, на источник всей нечистоты, он остается тем же самым сатаной, тем же самым источником, ангелом смерти, ситрахрой и так далее, животным началом в нашем состоянии. Когда он находился в тюрьме, он не концентрировался на том, что какой-то гой его отправил в эту тюрьму. По кому-то, там, донос, я не знаю, что, не важно, даже как сал-тар-эбби Петропавловской крепости, что до такой степени, что он не знает, какое сейчас время дня, ночь или день. Это настоящее заключение, когда ты не знаешь, где ты, что ты и так далее. Когда ты смотришь, когда еврей смотрит на змея, когда он понимает, что это на самом деле идея муше, а Всевышний послал тебя в этот мир, тебе это испытание в этом мире, что испытать тебя, даже когда ты находишься в тяжелой ситуации, он связывается с муше, он связывается со Всевышним. Это сразу уничтожает вообще все состояние тюрьмы. Оттуда ты выходишь на царство. Эта сама тюрьма тебе помогает. И тогда в самой темноте появляется свет. То, что здесь говорит Рэббе, дает нам очень большую надежду. Он говорит, да, можно смотреть, конечно, на змея, которая кусается. Но зачем был змей, который поставили на этот посох наверху? Чтобы мы увидели за теми проблемами, которые у нас есть, тоже руку Всевышнего и поняли, что этот змей не является чем-то отдельным. Нету сатаны, нету плохого дяди, нету товарища Сталина, нету деблазия, нету короны, ничего нет. Это все иллюзия, как говорит Маораль. И лечить симптомы — это абсурд. Нам нужно смотреть, что это все неотъемлемая часть желания Всевышнего. И взять те проблемы, которые у нас есть, и использовать для служения Всевышнего. Мне кажется, что сейчас это особенно актуально, особенно после той встречи, которая у меня была сегодня, где все жаловались, как тяжело, как что делать, какие программы, лагеря и так далее. Дамы и господа, посмотрите на нас с вами. Мы в период короны, слава богу, учим столько Торы. У нас столько занятий Торы. И, как сказал мой друг, из каждого у тебя в Фейсбуке у тебя идет слово Торы. Посмотрите, насколько мы увеличили из-за этой короны. Это именно то, что мы сидим сейчас в локдауне. У нас нету возможности поехать, приехать. Кто пойдет на эти уроки? Гораздо больше учим Торы. Мы берем эту темноту, это непонятное состояние, и переворачиваем ее в свет. Именно таким образом и приходит Машех в этот мир. Спасибо большое. На этом мы сегодня остановимся. Ашер, спасибо большое. Действительно, мы сейчас больше учим Тору. Дай Бог вам всем здоровья, кто слушает меня. Шаббат, шалом вам всем. Шаббат, шалом, Малка, спасибо большое. Дамы и господа, я остановлю запись и вещания на Фейсбуке. Спасибо.